Здравствуйте дорогие друзья! Я Юрий Петраш и сегодня мы поговорим о крючках для мирной рыбы. Сегодня у меня в гостях очень легендарная личность, вице-чемпион мира, капитан сборной Украины по фидеру и просто хороший человек, который научил очень много людей ловить правильно на фидер, в том числе и меня, Олег Боев. Привет Олег! Привет Юра! Как мы все знаем, рыбалка для любого человека в первую очередь начинается с удочки или с донки. И самый главный атрибут это леска и крючок. Но на сегодняшний день существует масса размеров, масса форм. И простому рыболову очень сложно разобраться, для какой ловли, какой формы нужен крючок. И вот на эти вопросы я попросил ответить Олега. Олег, расскажи пожалуйста вот кратко и понятно, для чего нужны крючки, как быстро их нужно менять, должны ли они разъебаться, не разъебаться и на какой крючок что насаживать и какую рыбу ловить. Ну начнем с того, что крючок выбирается не под рыбу, а под насадку, под наживку. То есть это в первую очередь выбирается размер крючка, форма крючка, толщина проволоки, длина жала, форма, загиб, не загиб, колечко, лопатка. В общем вот эти все нюансы мелкие. Это в первую очередь подбирается именно под насадку. Насадка соответственно подбирается под рыбу. То есть ну давай вот начнем к примеру с классического крючка. Это классический раунд. То есть серия, которая предначена в первую очередь для поплавочной ловли. Для, скажем так, в Англии это называется матчевая ловля. Матчевая ловля подразумевает все виды поплавочной ловли. Это маховая удочка, баллонская, матчевая, штекер. А также все виды фидерной ловли. То есть донной. То есть матчевая ловля, простыми словами, это когда мы поплавок забрасываем подальше. Да, это поплавок. Нет, это не обязательно подальше. Это может быть маховая удочка в трех метрах от берега. Абсолютно спокойно ловится, допустим, любым из этих крючков в небольших размерах. То есть вот эти, к примеру, три. Вот эти крючки в больших размерах подойдут в том числе и для фидерной ловли. Это тоже матчевая в английском понимании. Это стандартный классический крючок для поплавка и для фидера. Это вот тот крючок, с которого, наверное, начинали практически все рыболовы постсоветского пространства. Крючок из детства. Крючок из детства, да. Это самая распространенная форма крючка. Вот этот крючок подходит прежде всего под самую, скажем так, детскую насадку, с которой начинали все ловить рыбу. Это мякиш хлеба. То есть вот лучше ничего не придумаешь и нет смысла придумывать. Вот сразу задам вопрос. А вот еще ловят на мякиш хлеба? Естественно. Отлично ловят. И это хорошая наживка, считай. Я скажу тебе, что я даже иногда отрываюсь на даче, я прихожу на мостик, сажусь там в 5 утра, там поют соловьи. Я с одной маховой удочкой, с мякишем хлеба, без прикормки, без ничего. Я просто получаю такой кайф. Супер. Вот именно вот такими крючками классическими. Я тебе говорю, я получаю такое удовольствие, которое не получено ни на одном соревновании, даже выигрывая постоянно. То есть, конечно, не только на хлеб. То есть это может быть и перловка, и опарыш, и червячок, допустим, кусочек красного червячка. А рыбу этот крючок ловят абсолютно разную. То есть это может быть платва, это может быть карась, густера, подлещик. Крупный размер, пожалуй, на карпика тоже. Крупный размер можно и на карпика, да. Но нужно не забывать, что проволока здесь не очень толстая. Поэтому даже в больших размерах, ну вот, к примеру, вот в этих, да, небольшой карпик, да, вполне нормально. Вот этот вот, ну, карпик до трех килограмм спокойненько, допустим, выдержит. Ну, это да. Давай пойдем дальше. Вот крючок, который называется карась. На самом деле он действительно очень неплохо подходит для ловли этой рыбы. Вот. Лучшая насадка для карася, ну, насколько я знаю, насколько я помню, как бы, все свои карасевые рыбалки. Есть две любимые насадки у карася. Это зерно перловки, ну, то есть вареная перловка обычная, запаренная. И либо красный червь, либо бутерброд, красный червь плюс один опарыш. Вот. В принципе, вот и этот, и вот следующий крючок, который называется смешно, но очень правильно, киллер карась. Они оба подходят именно под эту насадку. То есть в маленьких размерах, ну, вот зерно перловочки, ну, вообще идеально садится. Здесь ничего лучше не придумаешь. Здесь этот крючок отличается только тем, что у него чуть больше загнута лопатка, колечко вернее. Вот. Это для более, скажем так, естественной подачи насадки, если ловить на поплавок. Вот. А так, крючки в чуть большем размере отлично подходят для крупного карася, для насадки, которая, допустим, у нас будет выглядеть как целый красный червь. Ага. Вот. Можно в два прокола, можно в три прокола, можно его порвать на несколько кусочков. Но чулком уже вроде бы как в детстве не стоит. Я бы этого не делал. Ну, во-первых, нужно помнить, что при абсолютно любой ловле, будь это поплавок, будь это фидер, любая донка, жало крючка всегда должно быть открытым. Всегда. Это правило, это закон. Не нужно бояться этого, не нужно думать, что рыба видит, что рыба, она колется и так далее. Вот. Нужно не забывать, что крючок должен проколоть губу рыбы. То есть для этого он должен быть острый, соответственно. Если крючку нужно до того, как проколоть, допустим, губу рыбы, проткнуть еще червя, допустим, либо опарыша, соответственно, это еще больше усилия. До того, как крючок это сделает и дойдет до губы рыбы, рыба уже может это почувствовать и уйти. Поэтому жало должно быть всегда открытым, всегда, не нужно этого бояться. Как в детстве все время закрывал красным червем, чтобы рыба не почувствовала, вот это точно делается. Есть смысл это делать только при ловле на мякиш хлеба. Он очень мягкий, но и то в этом случае мякиш нужно проткнуть полностью, чтобы жало хотя бы немножко чувствовалось на пальце. Вот, тогда как бы проблем не будет с засечкой. В общем-то, вот об этих крючках, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Классные крючки, достаточно острые. Я их пробовал, кстати, в прошлом году. Вот, я ловил фидером, попадались подлещики, попадался карась. Вполне классно засекалось, сходов не было, проволочка достаточно толстая. То есть, она не разбивает губу рыбе, вот, и держит, ну, даже крупных особей вообще без вопросов. То есть, крючок из тонкой проволоки, он вроде бы засекает лучше, но и быстрее прорезает губу. Естественно. Мелкий крючок с тонкой проволокой рассчитан, прежде всего, для небольшой рыбы. То есть, это спортивная рыбалка, да. И вот я об этом хотел сказать. У тебя есть, кстати, здесь такие крючки, ну, вот серия Чика. Очень люблю эту серию, скажем так. Вот многие любители используют ее для ловли зимой. Вот, когда рыбка очень осторожная, надо, вот, легкий крючок для мотыля, вот. А для лета все считают, ну, какую же рыбу можно на нее брать? Нет, это ошибочное мнение. Даже на вот такой крючок 14-го размера можно спокойно вытащить, допустим, там, леща весом килограмм-полтора. Ну, определенными навыками обладает? Естественно. Должна быть соответствующая снасть, соответствующий поводок. Должно работать фрикционное удилище. Само удилище должно работать, как пружина, гася, рыбки, рыбы. Вот. Ну, в общем-то, вот мы плавно перешли к этой серии. Эта серия, это прежде всего спортивная серия. Потому что, во-первых, это очень тонкая проволока. Во-вторых, здесь не колечко, а лопатка. Что, в свою очередь, облегчает крючок и облегчает, в общем, всю снасть делают более деликатной. Это здорово влияет на подачу насадки, на то, как она более естественно попадает в точку ловли. И проносится, допустим, проплывает мимо рыбы. Соответственно. Ну, я бы вот дополнил, я для себя отметил. Этот крючок вот хорош при ловле верховодки. Вот особенно, если вот вы едете с детьми, вот часто при ловле верховодки вот клюет-клюет, а рыба засеять себя не может. И вот тогда, когда вот одет один опарыш, легкий крючок вот именно такой, тогда вот реализация идет гораздо выше. Поэтому, если вы там едете на природу, там пожарить шашлычки и хотите, чтобы ребенок поймал какую-то рыбу, верховодка это, ну, скажем так, самая легкая рыба. Вот, пожалуй, эта серия вот подойдет. Да, вполне, вполне. Для верховодки это идеальная серия. Кстати, спортсмены-поплавочники именно такую серию чаще всего используют в данной ситуации. Вот, ну, мы знаем, что многие соревнования на верховодке выигрываются, поэтому, поэтому это, как бы, отдельный разговор. Ну, придемся к тем, который у нас для трофейной рыбы. Да, для трофейной рыбы. Давайте дальше. Значит, ну, вот, к примеру, следующий крючок, универсальная серия. Абсолютно универсальная, практически для любой рыбы. Насадочка сюда подойдет, ну, я вижу, лучше всего, это, допустим, 2-3 опарыша за жопку, как говорится, да, то есть мы пробиваем только... Чтобы они как бы шевелились. Да, чтобы они шевелились. Пробиваем только в толстой части, то, что называется, скажем так, жопкой у опарыша, под кожицу. То есть, ни в коем случае не тело, а именно под кожицу, чтобы личинки оставались долго живыми. Вот. 2-3 таких опарыша будут создавать, ну, очень-очень красивый бутербродик такой, соответственно, рыба. Кстати, когда-то меня Олег научил, ни в коем случае, если вы ловите на донку, нельзя цеплять 2 опарыша, именно 2. Потому что, когда вы выматываетесь, получается, как пропеллер, и ваш поводок максимально закручен. Поэтому надо или 1, или больше 3. Или 3, да. Ну, скажем так, для поплавка это не критично, а вот для фидера, да, для донки на выматывание, да, на дальних забросах, там, да. Крючок классно будет работать по любой рыбе, я уже сказал. То есть, это может быть и плотва, и лещ, и карась, и даже карп. То есть, крючки в больших размерах. Именно универсальный. Он универсальный, да. Что ты скажешь вот про серию Джокер, вот с таким интересным названием? Серия Джокер, ну, на мой взгляд, эта серия больше всего подходит, не знаю, почему ее так назвали, но, на мой взгляд, она больше всего подходит для плотвы. Не знаю, почему. Вот, классный, прикольный загиб, необычный, скажем так. Вот, я лично вижу ее лучше всего для ловли на опарыш, на пинку, на маленький, допустим, опарыш, либо на крупную. Это самая популярная насадка для плотвы. Да, это самая популярная насадка для плотвы. Пинка, это тот же опарыш, только маленького размера, да. Вот, так вот, вот именно такая форма позволяет насадить опарыша именно чулком. Ага. Чулком тоже можно насаживать? Да, тоже можно насаживать. Но в этом случае чаще всего один опарыш чулком. Если, допустим, хочется увеличить насадку, тогда, допустим, один опарыш, либо пиночку еще добавляем именно под кожу. То есть, иногда имеет значение один маленький, другой большой опарыш. Да, да, естественно. Эти комбинации каждый раз, вот, надо подбирать, я так понимаю. Естественно, на каждой рыбалке, под каждую конкретную рыбу нужно, как бы, пробовать искать насадку. Идеальную золотую насадку именно для этого. Кстати, вот, могу поделиться. Однажды я помогал в качестве координатора Олегу и его команде на чемпионате Украины. И вот один из самых важных моментов, это информацию, которую они передают друг другу, это вот, что в этот момент лучше всего. То есть, два мотыля, один мотыль, один опарыш. То есть, вот эти вот комбинации, это и есть ваша разгадка, вот, в этот день, на этой рыбалке, какую комбинацию рыба берет более жадно. И вот, как бы там ни было, даже вот информация, сначала о мотыль, а потом опарыш, или наоборот, это тоже зачастую имеет значение. Да, да, именно это может быть ключиком к успеху, к победе на каких-то соревнованиях. Вот, этот, этот, ну, это мой взгляд, то есть, я вижу, вот, я бы его использовал, в первую очередь, для плотвы. Причем для самой разной плотвы, ну, по крайней мере, вот эти вот крючки, которые небольшого размера. Вот, крючки побольше, можно использовать для самой разной рыбалки. Под лещик, скорее всего, вот. Под лещик, вполне, вполне, да, густера крупная, может быть, может быть, даже крупный лещ. Вот, вот, вот эти крючки, вот, два самых больших, я бы, наверное, их в том числе и на бычка использовал, знаешь, бывает, иногда, там, вырываемся, там, с друзьями, именно, на лодке выплываем, вот, 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 такие крючки лучше всего для бычка, ну, как бы здесь. Ну, для бычка, я так понимаю, важно, вот у нас есть серия гоби, которая в переводе с английского означает бычок. Вот, важно большое цевьё, потому что он загладывает, и вот достать крючок... Да, крайне проблематично бывает, да, поэтому нужен экстрактор, как минимум. Вот, да, здесь плюс насадка на бычка обычно достаточно объёмная, то есть, это может быть там... Для бычка берём серию гоби. Для бычка вообще ничего не нужно придумывать, да, есть вот, вот, крючок самой стандартной, допустим, формы, раунд, классической, да, с большим цевьём, всё. Вот, ну, это вот просто из вот этих крючков я всё-таки увидел вот эти два вполне можно использовать, в том числе и для бычка. Вот, так, пойдём дальше. Крючок супер. Скажем так, тоже можно назвать его классическим, то есть, универсальным вполне. Крючок, который подойдёт для любой белой рыбы, но в первую очередь для фидерной рыбалки, то есть, не для поплавка. То есть, этот крючок, даже в самых маленьких размерах, допустим, в четвёрке, да, в пятёрочке, вот, можно смело использовать даже по крупному лещу. По насадке, вот, вот лучшая насадка именно для этого крючка. Я думаю, что вот тот бутербродик, который мы используем на соревнованиях, то есть, один опарыш чулком и маленькая пиночка. Либо два-три мотылика поперёк и маленькая пиночка для замка. То есть, толщина проволоки этого крючка вполне позволяет использовать, в том числе и мотылек. Вполне может быть, то есть, крючок супер и название у него, в принципе, очень неплохое для такой рыбалки. Да, он довольно-довольно лёгкий, несмотря на то, что у него колечко, а не лопатка. Вот, то есть, ну, для любительской рыбалки, любителям вообще нет смысла, ну, вот, гнаться за лопаткой, допустим. Ну, любители не любят, неудобно привязывать, им кажется, что оно, как бы, там, оторвётся. Да, что оно оторвётся или развяжется, да, это, ну, если, скажем так, какие-то навыки определённые есть, то, ну, никогда такой крючок не развязывается и спортсмены используют крючки всегда с лопаткой, чаще всего. Хорошо, а вот у меня вот сразу вопрос. Вот очень популярная, я знаю, вот эта вот серия ИСИАМА. Вот я видел на готовых монтажах много она используется. Вот в чём, как бы, преимущество именно этой серии? ИСИАМА, я бы сказал, крючок для донной ловли. В поплавке я бы её не использовал, хотя, допустим, при ловле карпа на... На платнике. На платнике где-то, да, допустим, на штекер, либо на матчевую ловлю с дальним забросом, либо даже на маховую удочку, если карп стоит недалеко от берега, допустим, под камышом где-то. Вполне можно использовать эти крючки. Насадочка в этом случае зерно кукурузы. Вот, одно, допустим, зёрнышко кукурузы на вот эти крючки, на вот эти можно два, три зёрнышко кукурузы и так далее. Вот, ну, на поплавок редко используют, допустим, крючки там в размере больше, чем седьмой. Вот. На фидере же с дальним забросом под крупную рыбу можно использовать любой из этих крючков, в том числе одиннадцатый номер, допустим, десятый, одиннадцатый, отлично будут ловить именно карповую рыбу. То есть, классный, классный крючок для карповой рыбалки. Причём для, в первую очередь, для флета. То есть, это... Флета такая лепёшка. Да, да, флета, это вид методной ловли, скажем так, это... Там, где липкая прикормка, короткий поводок. Где липкая прикормка, да, короткий поводок, где-то в 7-8-10 сантиметров это максимум. Вот, насадка может быть самая разная, но так как карп очень любит кукурузу, то, ну, здесь ничего придумать не нужно. Вот, карп и кукуруза это вот этот крючок. Супер, идём дальше. Соды, это крючок для поплавочной ловли, в первую очередь. Именно для поплавка? Именно для поплавка. Нет, почему? Ну, то есть, в фидере тоже можно использовать... Если нет ничего другого, пойдёт и для фидера. Если, да, если в вашей коробке не осталось никаких других крючков, то можно ловить и на донку. Скажем так, мы... То есть, у меня вот из вот этих всех крючков, да, вот таких форм, есть всё. Но я ловлю только фидером. Соответственно, любой из этих крючков можно использовать в фидерной рыбалке. У любого спортсмена, пожалуй, ассортимент, который не уступает ассортименту магазина. Ну, наверное, да. Вот. То есть, ну, но лучше всего этот крючок подходит именно для поплавочной ловли. То есть, если вы идёте на рыбалку, вам надо крючок для поплавка, берите соды и он будет... Да, берите соду, он будет ловить любую рыбу, да. По насадочке здесь, начиная от мотыля в маленьких размерах, вот, в более крупных размерах это может быть опарыш и даже красный червь. То есть, здесь есть цевьё достаточно длинное, поэтому здесь разгуляться есть куда. Да, то есть, можно использовать любую насадку, начиная, там, я уже сказал, от мотыля. Может быть, и мякиш хлеба, то есть, так же, как мы используем, допустим, в этом крючке. Потому что крючки, в общем-то, похожи. Вот здесь немножко по-другому расположено жало, немножко другой изгиб, но, в общем-то, принцип крючка такой же. То есть, открытый, классный, очень-очень популярный и эффективный крючок для поплавочной ловли. Дальше. Крючок фарт. Этот крючок как раз, ну вот, почему я, допустим, вот вижу этот крючок для донной ловли. Вот, то есть, у крючков для донной ловли, у них свой специфический изгиб. Здесь расположение, вот изгиб самого крючка и жало расположено так, чтобы максимально эффективно производить самозасечку. То есть, не производить, чтобы рыба засекалась сама. То есть, именно вот... Да, вот часто рыболовы говорят, а есть у вас самоподсекающиеся крючки? Да, крючок, который ловит сам. Да. Вот, зачастую, вот, крючки в форме Аджи, допустим, вот, в форме, вот, F22, допустим, либо крючки, которые похожи на знаменитый крючок Гамакатсу 3513F, допустим, он похож, кстати, на этот вот и на этот тоже. Это крючки, которые, ну, практически сами ловят рыбу. Да, то есть, стоит большая кормушка, на течении, допустим, поводок развивается, либо находится на каком-то расстоянии от кормушки. Рыбу мы еще увидеть не можем. Да, но рыба уже садится. То есть, рыба садится сама. Она приходит, она хватает и пытается... То есть, может он так и поэтому и назван Fart, что вот... Вполне может быть. Он, кстати, очень похож на крючок, который будет сам ловить рыбу. То есть, это крючок, классический крючок для самой засечки. Крючок Fart ловит рыбу сам. Примерно, да. Вот. По рыбе вся донная рыба белая. Абсолютно вся. Вот. Ну, единственное, может быть, на карпа, это вот... Только вот этот, ну, и то не факт. Скорее всего, это вся наша рыба днепровская, самарская, в общем, ну, речная, либо столковая. То есть, это караси в том числе. Хорошо. Крючок, который удивляет очень многих и вызывает у многих большие вопросы. Это вот серия специалист. То есть, там так необычно, очень сильно, непривычно, замутого внутрь жала. Вот как ты прокомментируешь именно эту серию? Так, крючок специалист. Форма у него действительно необычная. Но это форма, в первую очередь, для карповых рыб. То есть, это крючок, который я бы не использовал, к примеру, при ловле платвы или густеры. А именно, при ловле карпа, может быть, белого амура, небольших размеров относительно. Ловить можно как на зерно кукурузы, так и на какую-то насадку, типа насадочного пелеца небольшого, либо попапики, бойлики небольшие. То есть, насколько я правильно понимаю, вот если некрупная рыба, она вот может как-то с наживкой играться, то это рассчитано уже на ту рыбу, которая уверенно берет насадку, а этот изгиб вот быстро там находит мягкую ткань и остается в пасте. Этот изгиб, да, позволит нам поймать именно карповую рыбу. То есть, он... Которая уверенно берет насадку. Да, да, естественно, крупная рыба, которая не особо церемонится. Здесь толстая проволока, как мы видим, то есть, крючок довольно массивный, при том, что он небольшого размера, но он довольно прочный. То есть, любой из этих крючков спокойно выдержит карпа пятерку, даже десятку, наверное, думаю, без вопросов. То есть, это крючок именно для... То есть, если вы идете в крупного, карпа или толстолобика, вот эту серию можно... Специалист, пожалуйста, да. Ну, а сейчас, пожалуй, самый популярный крючок у любителей. Это вот серия Аджи. Она как бы так и назвалась. Интересно, что скажут спортсмены? Наверное, я тоже любитель, потому что это тоже мой любимый крючок. То есть, ну, серия Аджи, это вообще фаворит моих крючков. Это, в первую очередь, крючки для донной ловли. Это серия, которую выпускают, ну, наверное, все известные производители крючков. В том числе, наверное, и премиум класс. Естественно. Без этой серии не приходится. Конечно. Да, все японские крючки, все классные производители выпускают крючки серии Аджи. Вот. Это крючок, который также рассчитан на самозасечку рыбы. Вот Аджи и Аджи Фидер, да, вот в данном случае, крючки практически одинаковые. Они имеют одинаковую форму. Разница только в том, что Аджи Фидер имеет проковочку боковую. То есть, для усиления, скажем так, для уменьшения пружинящих свойств крючка. Ну, вот скажем так, вот в каком случае ты поставишь эту серию, а в каком случае вот эту серию? То есть, они отличаются только тем, что этот, ну, более, как бы, приплюс. Вот, вот этот крючок я возьму, в первую очередь, для более крупной рыбы. Да, у него... Чтобы он амортизировал. Да, во-первых. Во-вторых, у него все-таки нет вот этой проковки, соответственно, нет режущей части, нет узкой части самой проволоки. То есть, она, она имеет круглосечение везде, в любом месте крючка. И прорезает губу не так быстро, как вот эта. Да, естественно. Соответственно, более крупная рыба, более вероятно, допустим, что тот факт, что я ее доведу до подсака и, соответственно, положу в соседок. Зачем же сделали эту серию? Этот крючок более легкий и рассчитан, в первую очередь, для спортивной рыбы. То есть, это может быть платва, это может быть подлечь, густера. То есть, рыба не таких больших размеров. Но этот крючок, можно сказать, выручалка. Бывают ситуации, что вот ловится там крупная батонистая платва, допустим, там 200-300 грамм. Это вот именно висение. Просто шикарно. Да, это классные такие вот батоны. Ловятся именно вот на такой крючок. То есть, они идут осторожно, легче этот крючок засосать? Естественно. Чем легче крючок, тем легче рыбе его засосать, тем более естественная подача получается этой насадки. Более... Да, то есть, презентация. То есть, рыба любит то, что смотрится естественно. Естественно опускается. Да, она не будет клевать, допустим, она не будет хватать кусок металла просто так. То есть, этот кусок металла должен быть похож на что-то естественное. Это касается, в первую очередь, платвы, насколько я помню. Вот именно медленно опускающаяся. Да, платва это, скажем так, мирный хищник. Она лучше всего реагирует на движение. На шевеляющуюся насадку, на падающую, допустим, на ползущую по дну и так далее. Если лещ любит инертную насадку, то есть, насадка, которая неподвижно лежит на дне, то платва реагирует всегда вот именно на шевеление. Соответственно, чем более естественно опускается наша насадка, тем более вероятность того, что платва именно атакует наш крючок. Кстати, вот, в случае, я расскажу один из приемов, который используют спортсмены при ловле платвы. Это когда вот упала насадка ваша, в течение, допустим, нескольких секунд, там 30-40, нет поклевок. Просто делается вот такое плавное движение, чтобы привести поводок в движение. И очень часто следуют поклевки. Если вы ловите целенаправленно платву, и ваш поводок, ну, иметь длину хотя бы там более 70 сантиметров, платва любит длинный поводок, то можно этот прием использовать. Да, но это уже секреты. Ты раскрываешь спортивные секреты. Да, спортсмены это все знают, конечно, но для любителей это будет интересно. Вот, я думаю, и поучительно. То есть, вот этот крючок лещ, этот крючок платва, скажем так, если по-простому. Пойдем дальше. Крючок фидер. Этот крючок, когда-то было время, я много ловил карпов на платных водоемах. Вот, и вот именно в такой форме крючки лучше всего у меня тогда засекали карпов, хороших карпов и амуров именно на зерно кукурузы. Именно для кукурузы? Именно для кукурузы. Вот его в простонародье, ко мне вот приходят часто в магазин и говорят, вот дайте мне самозасекающийся. И когда показываешь массу крючков, а потом показываешь его, все говорят, да-да-да, именно его. То есть, это вот та серия FF22, которую уже как бы люди знают, но вот скажи, какая для него именно идеальная насадка? Ну вот я тебе говорю о том, что вот было время, когда я вот на него очень эффективно ловил, причем довольно длительный промежуток времени, ловил карпов и амуров именно на кукурузу. А вот этот крючок у меня так и остался в принципе в фаворитах по крупному карасю и по карпу именно на красный жирный навозный червь. То есть, то, что любители в основном часто используют? Ну скажем так, я еще раз повторюсь, то есть, допустим, крупный карась, ну лично у меня вот в фаворитах, вернее у карася, которого я ловлю, ему больше всего нравится классный жирный красный червь, вот, ну либо перловка. Ну перловка это больше все-таки поплавочная ловля. Если говорить о донной ловле, то вот этот крючок с классным, с большим куском красного червя по карасю, ну вообще не будет иметь. А вот скажи еще, у многих любителей популярна такая насадка, как пенопласт. Пенопласт, пенотесто, это вот сейчас набирает такую популярность. Вот какую бы ты серию порекомендовал для пенотеста и пенопласта? Кстати, вот этот крючок отлично подойдет для пенопласта. То есть, это подходит серия? Отлично подходит, да. Ну, я, скажем так, не использую по причине того, что пенопласт запрещен на соревнованиях, поэтому очень-очень редко, да, может быть, когда-то использовал. Но вот этот крючок, скажем так, пенопласт должен на крючке находиться именно вот на вот этой части, на поддеве. Жало открыто обязательно? Жало открыто обязательно, то есть, мы продеваем. Чем этот крючок хороший для пенопласта? Он полностью пробивает пенопласт, и у него остается место, вот, если, допустим, на самом большом крючке рассмотреть, вот здесь вот должен находиться пенопласт. Пенопласт должен проворачиваться. То есть, для того, чтобы он проворачивался, вот эта часть должна быть максимально ровной. Вот в этом крючке это есть. То есть, допустим, вот на этом крючке провернуть пенопласт сложно, да, то есть, мы его повредим. Вот здесь же практически ровный участок, да, на котором спокойно будет вращаться пенопласт. Если пенопласт будет жестко сидеть на крючке, у него не будет этой свободы, не будет стопроцентной реализации поклевок. То есть, вот этот крючок, как вариант, да, то есть, для тех рыболов, которые любят ловить на пенопласт, вот, очень классный вариант крючка. Хорошо, и вот осталась, наверное, тоже одна из популярных серий, или, скажем так, популярных рыб, это карп. Любой рыболов хочет поймать карпа. У нас вот есть две серии, карп-профи и карп. Вот твои комментарии о этих сериях. Отличное название для правильных крючков. Классный крючок с коротким цевьем относительно, вот у этого крючка чуть больше цевьё. Оба крючка отлично подойдут для донной ловли именно карповых рыб. То есть, это может быть как флэт, методная, допустим, какая-то оснастка. Также и классический карп. И метод, это когда у нас корм и на коротком поводке находится наживка. Да, естественно. К короткому поводку привязан один из этих крючков. Вот, ну, для флэта я бы выбрал, скорее всего, вот этот крючок, естественно, с волосяным монтажом. Это вот бойлы, то, что набирает популярности у любителей, то есть то, на что одевают бойлы. Да, да, именно для бойлова монтажа. То есть, это может быть бойл, это может быть пелец самый разный, не обязательно насадочный. То есть, сверлится сверлышком специальным и насаживается вот здесь, допустим, должен находиться бойлик либо пелец. В зависимости от размера крючка, мы выбираем размер насадки. Так, это вот ответ на вопрос, почему жало должно быть открытое. Вот, если вы посмотрите, как устроен монтаж при ловле на бойлы, то у нас вообще насадка находится вдалеке от крючка. И рыбе не мешает всосать сначала бойл, за ним потом крючок и засеться. А мы иногда прячем жало там в червя, вот это неправильно. Да, в карповой ловле весь крючок абсолютно остается открытый, то есть не только жало. Этот крючок, в принципе, точно так же, как и предыдущий, можно спокойно использовать под любые, даже самые крупные насадки. Как поп-апы, допустим, плавающие, так и тонущие, допустим. А вот скажи, какая серия подойдет для ловли карпа, вот я еще с детства и до сих пор многие ловят, для ловли карпа на макуху, то есть это когда в кубик макухи крепятся крючки. Вот какую из существующего ассортимента ты бы рекомендуешь? Я когда-то в детстве тоже ловил таким образом, еще до того, как увлекся спортивной рыбалкой. Это был небольшой мощный крючок с небольшим цевьем, то есть это как раз вот эта серия. То есть она подойдет для ловли на макушатник? Вполне, да, вот подойдет для ловли на макушатник. То есть вполне толстая проволока, мощный крючок, если острое жало, то у карпа шансов никаких. Хорошо, Олег, спасибо за то, что ты подробно рассказал о каждой серии крючка. Вот такой вопрос, вот что самое главное в крючке, на что должен обратить внимание рыболов, независимо от серии? Самое главное в крючке это острота. То есть если крючок, какой бы он там самый классный не был, если он тупой, он рыбу не ловит. То есть крючок должен быть острым всегда. Сейчас современные крючки имеют современные способы заточки, в общем супер-пупер. Это могут быть и химические какие-то варианты, и заточки с помощью не срезания металла, а давлением, допустим, формируются жало. Это все хорошо, да. Такие крючки, может быть, чуть дольше остаются острыми. Острыми, может быть, они могут стоить бешеных денег. Но если крючок затупился, его нужно выбросить, сколько бы он стоил. Потому что восстановить остроту жало, ну, скажем так, в таком крючке еще можно что-то попробовать сделать, допустим, да, чем-то его подточить. Но как наточить крючок, к примеру, там, десятого номера? Ну, это нереально. То есть такой крючок просто нужно выбросить. А учитывая то, сколько стоит сейчас, допустим, крючок-фанатик, ну, его выбросить не жалко. Ну, да, на сегодняшний день упаковка стоит, как пол пачки прикормки. И, ну, в принципе, как бы это и была наша цель, чтобы это было доступно для любого рыболова. И он мог своевременно менять крючок, имея всегда, как бы, крючок, ну, острый. Да. То есть если рыба ловится, происходят поклевки, то есть рыба стоит на точке, затем поклевки продолжаются, но рыба перестает, допустим, засекаться, это в первую очередь нужно менять крючок. То есть проверить, насколько я понимаю, лучше всего по насадке. Вот если насадка... Ну, в зависимости, если человек ловит, допустим, на мякиш хлеба, он не поймет этого, да. Вот, ну, допустим, по мотылю или по опарышу это вполне, допустим, спокойно сделать. То есть если крючок так же легко пробивает кожицу, допустим, опарыша, значит, он достаточно острый. Если же он начинает давить, по мотылю это вообще хорошо видно, то есть мотыль сразу... Течет. Да, растекается. Соответственно, крючок его просто уничтожает. Соответственно, рыба не может засечься на тупой крючок. Крючок нужно заменить. Ну что ж, дорогие друзья, нам остается только поблагодарить Олега за то, что он так подробно рассказал, для чего нужен каждый крючок и какой формы. Я надеюсь, вам эта информация будет интересна, потому что для себя лично я тоже узнал много нового, например, о том, что вот в крючке F22 есть площадка, в которой пенопласт должен прокручиваться. Я думаю, что даже я сам несколько раз пересмотрю это видео, для себя что-то отмечу и обязательно мои рыбалки после этого будут более эффективны. Спасибо тебе, Олег. Спасибо, Юра. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет еще очень много интересного. Рыбалка с Юрием Петрушем